Рюкзак весом 35 килограммов, папаха на голове и вывеска с меккой. Этого путника можно узнать сразу. Большое желание исполнить мечту и повторить путь предков. Это то, что вдохновило отца двоих детей Рашида Раджабова отправиться в столь дальнюю дорогу. А пример пожилого мужчины из Узбекистана, который поехал в хадж на инвалидной коляске, привел его к окончательному решению. И провожая его, я увидел, что в каком он положении, и даже он, не имея здоровья, добирался в хадж. И я решил, как бы, Всевышний дал мне все для этого, есть здоровье, есть все. И поэтому я также решил осуществить свою мечту. Я ни разу не был в хадже, и вот решил также совершить хадж, пойти именно пешком, чтобы больше получить удовольствие Всевышнего Аллаха. Все, весь комфорт, все оставил, вышел такой путь, что я захотел, вот именно пешком, чтобы побольше побыть со Всевышним, побольше поминать Всевышнего Аллаха, побольше делать салават, побольше делать зикр. Весь свой путь блогер-миллионник транслирует в соцсетях. Поддержка колоссальная. Люди зовут на ифтары, предлагают помощь, проезжающие просто желают удачи. На путь до Мекки, а это почти 4000 километров, уйдет несколько месяцев. Рашид признается, что идти тяжело, болят ноги и плечи, но он будет терпеть до победного. Некоторые друзья-блогеры решились разделить тяжесть этого пути вместе. Я увидел его сумку огромную, я сейчас немного ее потащил, 35 килограмм, вот эту сумку. Я подумал, ну хотя бы какое-нибудь расстояние ему облегчить эту дорогу, так как дорога тоже не маленькая, до туда добраться, это дорога одна. Ну, столько трудностей, наверное, да, мы не знаем, например, да, как, что и с чем он столкнется. Да, и Аллах, конечно, чтобы ему и дорога облегчилась. Если каждый человек сплоченно на каких-то отрезках будут ему помогать, я думаю, ему намного легче будет дойти, да, до туда. Через раз, через два машины сигналят, останавливаются, фотографируются. Каждый там предлагает свою помощь, кто-то пакет с едой. Начал путь Рашид из Каспийска. В Рамадан идет в основном днем, вечером находит приют в мечетях. К примеру, Ифтар провел в Кизелюрте, набрался силы и продолжил дорогу. Следующая остановка – Хасавюрт. Далее по маршруту – Чечня, Ингушетия и Осетия. Для попадания в Мекку паломнику предстоит пересечь границы Грузии, Турции и Ирака. Азербайджанская граница закрыта, поэтому я иду через Грузию. Дорога очень длинная. И также сумка очень тяжелая, но мой путь, можно сказать, приятный, потому что я иду на святые земли. Что может быть лучше этого? В дальнейшем, если не будет такой возможности, оставаться в мечетях. У меня палатка все есть, поэтому буду оставаться в палатке, ночевать на улице. Ничего страшного в этом нет. То, что усталость, у меня бывает, даже она теряется, когда меня поддерживают. Поэтому очень приятно, дорогие братья и сестры. Делайте, пожалуйста, дуа, чтобы я дошел в хадж. Я не знаю, куда я дойду, но я вышел. Я стремлюсь, у меня намерение очень сильное. Я, как бы, заднего, как говорится, заднего не дам. У Рашида в копилке чуть больше двух месяцев. Примерно столько и осталось до начала Большого хаджа. Путь долгий и нелегкий, но Рашид убежден, он достойно преодолеет его. Решиться на такое смелое путешествие, когда пешее паломничество кажется уже чем-то немыслимым, уже половина дела. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ.